Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Алена Савкина не скрывает, что вновь влюблена, и Максим Колесников тот самый и единственный мужчина, за которого она хочет выйти замуж. Ну а пока Алена ждет от избранника предложения руки и сердца, ничто не мешает ей носить кольцо, подаренное Романом Макеевым. Напомню, в свое время именно это кольцо вручил девушке Рома, в надежде, что она выйдет за него замуж, как только он разведется. Судя по всему, подобное положение вещей не сильно устраивает Колесникова, а вот Алена, напротив, не видит в этом ничего плохого. Девушка убеждена, такие подарки не возвращают обратно, тем более, что речь идет о кольце с бриллиантом. Впрочем, паре все же удалось найти компромисс. Так, Савкина пообещала снять кольцо, как только Максим подарит ей ювелирное украшение с бриллиантом в два раза больше. Поклонники актерского таланта Степана Меншикова поздравляют шоумена и его беременную спутницу жизни. Меншиков и Монах подали заявление в ЗАГС. Этими новостями Степа сразу же поделился с родственниками, друзьями и подписчиками, но скрывает дату, на которую назначена роспись. Удивительно, но новости о том, что Меншиков женился на Ангелине, когда узнал, что она в интересном положении, пара всячески опровергает, утверждая, что у них не было росписи, а свадьба была рекламой ресторана. Будем надеяться, что сейчас все произойдет по-настоящему. Ранее Степан говорил, что они поженятся 20 июля. Сейчас утверждает, что зрители увидят свадебное торжество еще раньше, поэтому для всех роспись и женитьба Меншикова станет сюрпризом. В этом году много пар побывало в ЗАГСе и пары Меншиковых далеко не последние участники Дома 2, которые хотят свадьбу под камерами на поляне. Будут ли те, кто заберет заявление и передумает, когда вылетят из свадебного конкурса. Беременная Саша Черно оказалась в больнице. Женщина призналась подписчикам, что перепугалась, потому что срок ей ставят в следующем месяце, а она почувствовала, что пора рожать. Йоси собрал вещи и поднял на уши руководство телестройки. Семью Аганесян транспортировали в больницу, но оказалось, что Черно напугала Аганесяна ложными схватками. Саша с трудом справилась с эмоциями и поняла, что совсем не готова к походу в роддом. Ей хочется, чтобы ребенок еще посидел. Она сдала анализы, ей сделали УЗИ, КТГ, выяснили, что еще рано. Ребенок весит 2,750 кг, после чего счастливую будущую мать отпустили домой. Совсем недавно Черно возмущала, что ей неправильно поставили срок. Лечащий врач осматривала Сашу и ребенка и отодвинули роды ближе к августу. Подписчица советует Черно быть на готове, а антифанаты думают, что Александра специально привлекает к себе внимание таким важным сообщением. Сначала Иосиф выставил видеоролик про свою реакцию на сообщение о родах, а затем появился пост про схватки. Привлекают внимание звезды в декрете, чтобы про них не забыли зрители, или Саша собирается делиться с подписчиками всеми нюансами своей беременности. Стало интересно, кто же он, человек, который считает дни телестройки, анонсирует эфиры Дома 2, рассказывает об основных событиях. В сети его называют Кондратом. Кондрат с нами уже 16 лет. Иногда привычный голос уходил на больничный, и тогда его подменял Алексей Михайловский. Один раз даже звучал голос женщины-диктора. Мужчину зовут Владимир Феофанов. Ему 45 лет. Учился на актера. В юности даже снимался в сериале «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований». Но стал диктором. Вот так он выглядел в юности. Феофанов озвучивает выпуски Дома 2 на протяжении уже 16 лет, с 2004 года. На проект его пригласил друг. Владимир говорит, что здесь дружный коллектив. Операторы, редакторы, администраторы. Текучки нет. За жизнью участников он особо не следит. Любимчиков не имеет. Ведь диктор должен быть беспристрастным. Феофанов также работает диктором и в других проектах. На радио, в кинематографе. Феофанов говорит, что в обычной жизни он разговаривает совершенно по-другому. Его не узнают по голосу даже ярый фанат телепроекта. «Меня не узнают в жизни, я не так разговариваю. А то решили бы, что я сумасшедший». Владимир и недавно видели в сторис Захара Саленко. Захар очень гордится тем, что в кадр объектива его смартфона попал такой известный человек. Также Феофанов выходил на сцену в новогоднем эфире Дома 2 за 2016 год. Тогда ему вручили статуэтку за активное участие в жизни телепроекта. В последнее время у Феофанова появился дублер – Дима Градов. Так что Владимиру можно расслабиться, уехать в отпуск, спокойно заняться здоровьем по мере надобности. Градов – известный диктор, он озвучивает фильмы, рекламу, ТВ-программы. Друзья, пожалуйста, оцените это видео. Поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Скоро свадьба, влюбленные почувствовали, что остывают друг к другу. Из отношений Безверховой и Моргенштерна исчезла страсть. Клава по пальцам может сосчитать моменты близости за последнюю неделю. У Максима потух взгляд, и он с удивлением обнаружил, что у него невеста со странностями, что же разрушило идиллию в паре. В ночном эфире Дома-2 Клавдия Безверхова и Максим Моргенштерн разговаривали о том, что их совсем не тянет друг к другу. То ли усталость от жизни под камерами накопилась, то ли они много времени проводят вместе, и нужен перерыв. Но дело может быть совсем в другом. Безверхова недавно узнала, что жених согласен взять ее с собой в Америку после свадьбы. Клава загорелась, а потом Моргенштерн начал говорить, что ему нравится жить в загородном доме возле Уфы. Макс собирается после проекта покинуть столицу и отправиться на родину. Но и Клава, естественно, поедет с ним. Разве о такой жизни она мечтала? Вместо солнечной Флориды или хотя бы Подмосковья – дом в Уфе. Вполне веская причина перенести свадьбу, сославшись на отсутствие влечения. Или они просто наскучили друг другу. Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой чуть меньше двух недель назад, однако уже столкнулась с первыми трудностями двойного материнства. На руках у участницы телестройки оказались двое детей, к тому же готовка и уборка. Ни для кого не секрет, на поляне со всеми бытовыми проблемами неплохо справляется Дмитрий Дмитренко. А вот теперь молодой отец вынужден подолгу отсутствовать дома, чтобы принимать участие в съемках Дома 2. Впрочем, Ольга уже нашла выход из ситуации. Накануне молодая мамочка похвасталась отличным приобретением, которое буквально развязало ей руки. По словам Рапунцель, ее спасением стала детская качалка, где ее дочь не только спит и проводит время, пока бодрствует, но и все время остается под присмотром. Сама Оля убеждена, что чудо-качалкой должна обзавестись каждая мамочка, ведь именно так можно выкроить время и на домашние дела, и на общение с другими членами семьи. Правда, стоит отметить, что далеко не все фолловеры разделили восторженный энтузиазм Ольги. Часть фолловеров убеждена, можно спокойно обойтись и без всяких новомодных штучек, как это было еще во времена наших мам и бабушек. Анна Левченко славится своими талантами по части фотошопа. В своем инстаграм, где каждый снимок подвергается тщательной обработке, девушка выглядит настоящей красавицей. И этого, к сожалению, нельзя сказать о реальной внешности избранницы Валерия Блюменкранца. Накануне пользователи социальных сетей вновь сравнили инстафото Ани со скриншотом из эфира и были удивлены результатами наблюдений. По мнению большинства, Левченко не просто тщательно от фотошопила снимок, но и, вероятно, выставила фотографию другого человека. Ведь в красавице из инстаграм трудно узнать опухшую с проблемной кожей и заплывшими глазками участницу телестройки. Впрочем, у Левченко уже нашлись защитники. По мнению последних, Аня, скорее всего, публикует старые фото, а сейчас выглядит не самым лучшим образом, лишь потому, что немного поправилась. Алена Савкина известна зрителям своей любовью к волшебству. По крайней мере, именно так многие объясняют частую смену половых партнеров и тот факт, что каждого своего мужчину девушка сразу тащит в постель. Впрочем, оказалось, что Алена даже более развратная, чем о ней думали окружающие. Ольга Бузова раскрыла пикантную тайну Савкиной и Колесниковой. По словам ведущей, Алена и Максим являются самыми частыми гостями шоу «Бородина против Бузовой» далеко не случайно. Как оказалось, каждый раз после записи программы парочка пускается во все тяжкие и волшебничает прямо в студии и гримерках. Удивительно, но ни Алена, ни Максим не стали отнекиваться. Едва ли не с гордостью, влюбленные подтвердили сказанное Бузовой, шокировав зрителей. Пока Анастасия Голд искренне радуется предложению руки и сердца и грезит о пышной свадьбе с Ильей Ябаровым, есть те, кто относится к браку участников телестройки крайне скептически. Так, к примеру, лишь единицы верят в то, что Настя и Илья дойдут до ЗАГСа и бывшая саратовского шансонье в их числе. Рита Ларченко призналась, она считает фикцией не только свадьбу Ильи и Насти, но и их отношения тоже. Младинка убеждена, брак с Голд не входит в планы Ябарова и он даже не пытается это скрыть. Кроме того, Анастасию Рита считает обычной попрошайкой. По мнению Ларченко, Настя просто выпросила предложение руки и сердца. Вот только вряд ли понимает, даже если дело дойдет до свадьбы за периметром. Илья сразу же ее бросит. Супруга Андрея Черкасова больше не скрывает своей усталости. Молодая мамочка измучена своим ребенком. Как оказалось, малыш почти не спит и ведет себя спокойно только на руках. При этом у самой Кристины нет сил слушать бесконечный плач наследника. Пользователи социальных сетей предположили, что Ослина уже пожалела о том, что родила от Черкасова. Ни для кого не секрет, пока Кристина в одиночку нянчит сына, Андрей почти все время проводит на проекте и появляется дома лишь поздно ночью. К слову, некоторые фолловеры не без ехидства уже поспешили указать Ослиной на ее фатальную ошибку. Последние убеждены, блондинке не стоило гнаться за деньгами и медийным мужем. Если бы девушка выбрала в супруге мужчину попроще, сейчас бы не пришлось заниматься ребенком одной, ведь Благоверный всегда бы был рядом и смог ее поддерживать. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!